На земле, в воде и в воздухе. Если понадобится их помощь, они придут, приедут и даже прилетят в самые сжатые сроки. Мобильность и скорость уже давно стали неотъемлемыми характеристиками белорусских спасателей. В том, что их профессия спасать жизни, мы знаем. Спасатели словом и делом доказали, что лучше. Закрепить это устойчивое выражение предлагаю материалом Владимира Королева. Старая водонапорная башня в Ляховичах дала крен. Куда эффективнее ее взорвать, чем разбирать. Но упасть сооружение должно в противоположную сторону от жилых домов. К тому же направленный взрыв не должен выбить окна у соседей. Такая задача с множеством условий под силу взрывотехникам и спецотряда МЧС. За секундной вспышкой рутинная работа спасателей. Специалисты отрабатывают последовательность и направленность взрыва на таком тренажере. Работа со взрывчаткой не терпит суеты. Важно не только рассчитать мощность, но и правильно собрать цепь, перепроверить расчеты. Также по весне при наличии ледостава занимается взрывом льда, чтобы пропустить, не было повреждений мостов и переправ. Есть проблемные места, которые мониторятся ежегодно. С началом уже становления льда и при наступлении теплой погоды уже следиться. Бойцы спецподразделения должны быть готовы к развитию любой ситуации, в том числе и нестандартной. Например, сломался фуникулер на горнолыжном комплексе. В этом случае спасение отдыхающих ложится на профессионалов. Помогает изучить все нюансы специальная тренировочная площадка. В мороз без движения сидеть на подъемнике холодно, а значит застрявшие рискуют получить переохлаждение. Чтобы так же легко и неприхотливо происходило спасение, нужна сноровка и оточенные действия. О том, чем чреваты такие неисправности, белорусам вряд ли известно. В 2018 году на горнолыжном курорте Грузии из-за поломки канатной дороги пострадало 11 человек. Подъемник ускорил движение, фактически выбрасывая людей. Когда машину удалось остановить, часть отдыхающих застряла над землей. Никто не планирует провалиться под лед, но ежегодно спасатели десятки раз выезжают на подобные происшествия. Оказавшись в полынье, в ледяной воде, бойцы МЧС рекомендуют, насколько это возможно, успокоиться и не паниковать. Обломить вокруг себя локтями хрупкий лед, а потом выбираться. Рыбаку жизненно необходимо иметь вот такие шелья. С ними легко выбраться. Для собственной безопасности нужно откатиться на несколько метров и теперь уже ползти на берег. Горячий сезон сейчас у водолазно-спасательной службы. Хрупкий лед не пугает рыбаков. Практически ежедневно в разных концах страны очевидцы звонят спасателям. Если не ушел под лед, большой шанс выжить. На этой неделе так было в Кобринском и Быховском районах. В ином случае придется работать водолазом. Гибель рыбака на озере в понедельник случилась в Малевичском районе. Как бы это ни выглядело противоречиво, но поиски в зимних условиях, да, они обусловлены низкими температурами, своими какими-то моментами. Где-то перемерзают регуляторы, где-то сложно подойти к месту спуска и так далее. Но что касается именно непосредственно самого поиска подо льдом, дело в том, что в нашей стране в период ледостава прозрачность воды возрастает в разы. Видимость намного лучше. Летом у нас видимость в водоеме хуже. И, как правило, ребята работают на ощупь. Сегодня МЧС выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ. От ликвидации пожаров и наводнений до устранения масштабных катастроф, авиапроисшествий, аварий на нефти и газопроводах. В воздухе, на земле и под землей команда спасателей готова прийти на помощь. Ежегодно оснащение специализированных служб улучшается, что также влияет на скорость, оперативность и качество работы ведомства. Владимир Королев, Илья Максимов и Дмитрий Чумак. Зона Х. Итоги недели.